Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Артик ТВ в прямом эфире программа «Знаки». И, как водится, в этой программе мы не говорим о политике, изучаем судьбу людей с позиции расположения звезд. Мы строим натальные карты, разбираем гороскопы, сматриваемся в радиксы, рассчитываем небесные планеты и смотрим, что у человека там получается. Эту программу для вас ведут астрологи Сергей Сгазинский и Ксения Мавлютова. Добрый вечер, дорогие телезрители! С нетерпением ждем ваших звоночков к нам в прямой эфир. Телефоны студии вы видите у себя на экранах. Нам необходима ваша дата, время и место рождения. И мы построим натальную карту и попытаемся дать вам какой-нибудь астрологический совет. Если, конечно, вы этого хотите. Но и по традиции хочется сказать, что нам можно не только звонить в прямой эфир, но и писать. У нас есть специальная группа ВКонтакте, которая называется «Астрологический центр знаки». И здесь есть раздел «Ваши вопросы астрологу». Вот они здесь представлены. Вопросы приходят, мы постепенно на них будем отвечать. Кроме того, у нас есть тарифный план, обучение астрологии. Вот, кстати, мы с Ксенией буквально вчера провели замечательный большой вебинар по началу нового курса астрологического. И если он вам будет интересен, пишите, и мы вам его просто вышлим, и вы посмотрите, что такое астрология, с чем ее ведят, что будет, если вы сами станете астрологом. И, конечно, приходите к нам учиться. У нас есть институционное обучение, есть очное обучение. Пишите нам в специальном разделе «Обучение астрологии». Мы обязательно на ваши вопросы и ваши пожелания ответим. И ждем вас у нас в астрологической школе «Знаки». Кроме того, здесь у нас масса всякой информации. И вот можно посмотреть эту информацию. Вот лунный календарь. Кстати, сегодня у нас какое число? Шучу, шучу. Четвертое апреля. Четвертое апреля. И сегодня в 5 утра с восходом луны начался четвертый лунный день. Очень хороший, кстати, день, когда можно что-то начинать. Он связан с информацией, с обучением, с образованием и со всеми интеллектуальными нагрузками на человека. Поэтому, если вы сегодня напишите статью или письмо какое-то, оно обязательно возымеет действие. И этим всем занимается астрология. И если хотите, мы вас всему этому научим. И есть у нас для вас небольшое информационное сообщение. Студия языкового коучинга в Странгина приглашает на занятия по английскому языку. Обучение подходит для учащихся средней и старшей школы, которые хотят поступать в престижные учебные заведения и поставить акцент. Для тех, кто планирует построить успешную карьеру со знанием английского языка. Для мам в декрете, которые хотят развиваться и использовать время продуктивно. Для предпринимателей, которые желают масштабировать свой бизнес. Запишитесь на собеседование, где вам помогут определить уровень владения, коммуникативных данных и составить подробный образовательный маршрут. А также ответить на все вопросы по изучению языка. Занятия проводятся как онлайн, так и оффлайн. Чем отличаются занятия у Странгина? Можно выбирать комфортный график в утреннее, дневное, вечернее или позднее вечернее время. В основе программы красочные материалы с подробными темами по грамматике. Занятия проходят с профессиональным лингвистом, тележурналистом и автором учебного пособия. 90% посвящено устной практике языка и тренировке аудирования. Разбор фильмов и шуток сделает процесс увлекательным и спровоцирует желание смотреть больше иноязычного контента. Чай и угощение при личном посещении. Обучение у Странгина – это престижное обучение высокого качества. А находить путь к воплощению мечты – это хобби вашего преподавателя. Записывайтесь по телефону 8-960-021-0620. Повторю. 8-960-021-0620. Или в сообщении группы Странгина. Английский для мечты. Так что надо все время заниматься. Учиться, учиться. Мозг наш должен развиваться. Как говорит Татьяна Черниговская, мозг должен все время работать. У него должна быть очень тяжелая нагрузка. И эту нагрузку можем мы тоже обеспечить с точки зрения астрологии. Чтобы мозг очень хорошо работал, чтобы совершенно по-другому мыслил. И даже если вы начнете учиться астрологии, буквально через год вы совершенно другим человеком станете. С другими взглядами. Более спокойным, размеренным и радостным. Новые нейронные связи, да? Да. Как в том каком-то анекдоте детском. Зачем нам математика? Мы же будем поступать, например, на литературу. Преподаватель отвечает, да. Но те нейронные связи, которые сложатся у вас в голове за эти годы, помогут вам освоить любую другую дисциплину. Да, совершенно верно. И вот, кстати, что у нас там на небе? Из интересных событий. Завтра планета Венера, планета красоты, отношений, нашего выбора. Планета, которая символизирует женщин. Переходит замечательный знак рыбы. Для нее это прям прекрасное положение. Называется оно экзальтация. И если бы все учились, да все бы знали. Экзальтация это как будто бы на троне королевишна сидит. Вот, поэтому что водным знаком это принесет какие-то обновления и романтические мероприятия в отношениях. Очень здорово и приятно. Так что зажигаем свечи, покупаем новое платье и встречаем Венеру. Прямо выйдем на улицу. Ну, конечно. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня Максим зовут. Максим, очень приятно. Максим, вы хотите о себе гороскоп посмотреть или о ком-то? Ну, да, посмотрел бы с радостью о себе. Будьте добры, ваша дата рождения, время и место. 07.02.1990. Во сколько вы родились? Родился в 2 часа ночи. В городе Мурманск. В Мурманске. 7 февраля 1990 года в 2 часа ночи в городе Мурманск. Максим, что вас интересует? Ну, а вообще, я хотел, знаете, что хотел спросить? Я завтра с девушкой на свидание иду. Как завтра, вот, ну, в каком-то романтическом плане. И завтра мне будет благоприятный. Ну, вот завтра Венера в рыбу переходит. Это просто потрясающе. Это просто потрясающая любовь. Знаете, что? Значит, сейчас мы посмотрим. У вас солнце в Адалии, да? Солнце в Адалии на восходящем узле прямо, да? Вам надо обязательно вот проявлять себя, очень сильно проявлять себя. Плюс, значит, Плутон, огромная планета, огромные силы, она вот к Солнцу имеет очень напряженный аспект. И вы постоянно вот в каком-то замешательстве, в дергании в каком-то. Просто здесь надо чем-то заниматься таким мощным, да, чтобы вот этого дергания не было. А так очень сильный характер, очень властный вы человек, очень властный. Потом обратите внимание, очень сильно заполнен знак Козерога. Вот он здесь представлен. Просто его очень много планет в Козероге, да? То есть такой человек, как вы, вот мы что хотим? Мы хотим вас предупредить, чтобы не было сложностей потом с девушкой, да? И если масса... Служен подготовленный подъезд в Козероге. Да, масса планет в Козероге, вы не должны ее охочиться очень, ставить в определенные какие-то жесткие условия. Вы себя в жесткие условия загоняете. И других людей можете ставить в жесткие условия. Плюс Луна в Раке, вы консерватор такой немножечко. И знаете, как там, как женщина должна быть, как вот правильно там что-то, что-то неправильно. Вы пока вот это все из головы выбросите. Вы лучше вот на этом свидании просто посмотрите на человека. Что он из себя представляет, как общается. Не навязывайте ничего. Рассказывайте о себе, слушайте другого человека, находите точки соприкосновения. А вот рассказывать о том, как должно быть, или как бы вы хотели видеть, или как бы надо, вот лучше вот этого не делать. Ну вот так вот, на самом деле. Будьте в этом осторожны. Ну и естественно, характер вас никуда не денется, но вначале его показывать не надо. Вы очень такой мощный характер, человек такой сильный. Потом будет сюрприз. Но это уже потом, да. Что мы видим на сейчас? Здесь тоже очень интересные события. Конечно, и по прошлому году вот хочется спросить, было ли там какое-то знакомство, потому что там есть вот показатели такие. Но вот это знакомство могло развалиться было вот после Нового года вот этой зимой. Да. Ну вот так вот получается. И мы вот посмотрим, планета Юпитер сейчас в рыбах находится в 23-м градусе, а у вас в 21-м Венера находится. Юпитер всегда расширяет, даёт возможности какие-то позитивные. Если он задевает Венеру, а Венера – это богиня любви и красоты, то здесь вот как бы удача на сегодняшний день на вашей стороне. И, наверное, это всё пройдёт очень так вот неплохо. Единственное, стресс такой вот показан, небольшой, но вы с ним, я думаю, справитесь. Максим, мы ответили на ваши вопросы или ещё что-то уточните? Да, конечно, у меня, получается, все шансы завтра, чтобы подружиться, возможно, влюбиться и бороться. Да, 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 все шансы есть, только крайний, ну вот крайняя осторожность. То есть, ну не то, что осторожность, да, веселиться надо там, всё понятно, да, но, боже упаси, вот ваш характер на первых этапах показывать. Потом к нему привыкнут, скажут, что вы такой вот заботливый, вы такой вот всё берёте в свои руки, всё вот можете сделать. Вот здесь вот так показано, ответственность такая видна, да. Но сначала её побаиваются вот люди, вот поначалу. Но свидание хорошее, ближайший месяц будет замечательным в отношении любви, отношении романтики, просто прекрасно. Да, вот у нас как с Венера в рыбу переходит. Да, уже с Венера, до свидания. И сразу вот так просто. Очень рад слышать. Очень было интересно послушать вас, привет. Спасибо вам. Удачи вам. Удачи. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Ещё не пересла, уже любовная любовь. Да, но видите, когда у человека очень много таких твёрдых показателей, надо с ними аккуратно быть, потому что первое впечатление, все всегда встречают по одёжке, первое впечатление должно быть, да, и надо себя как-то как держать и смотреть за тем, что происходит. Ну, качество семейное-то хорошее. Семейное, конечно, очень хорошее. Да, не сразу сюда можно запугаться. Ещё Максим, да, ещё если смотреть у Максима, у него очень хорошие финансовые здесь показатели, потому что вот скопление во втором доме и в восьмом, да, то есть вот управление деньгами, этих денег можно поднакопить, можно подзаработать, и Максим вот готов достойно дальше. Вот прям до Марса во втором в Козероге заколачивать деньги. Да, заколачивать и Сатурн там экономить, да. То есть только поосторожнее. А у нас звонок есть. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Лариса. Добрый вечер. Добрый. Лариса, что бы вы хотели узнать о себе или о ком-то? А у меня два вопроса будет. Я хотела узнать по поводу предстоящей поездки, то есть все, отъехать вообще или нет, и про молодого человека. Ну, давайте посмотрим, сначала вас посмотрим, там, насчёт поездки. Вы, наверное, в вашей карте? Давайте. Нет, покопаемся. Дата рождения ваша? Первое, седьмое, девяностое. Первое, седьмое, тысяча девяностое. А во сколько? 23,45. 23,45. Где вы родились? Анишогородская область, город Кстова. Я как-то бывала в Кстово. Нет, я тоже не бывала. Прикрасный город. Мне тоже понравился. Так, 1 июля 90-го года, 23,45. 23,45, да. 23,45. Лариса спрашивает про поездку. Поездка. А когда вы её планируете? А с 8-м августа по 21-го как раз ты сможешь человеку, про которого я хотела потом встретить? Ну, Юпитер движется сейчас по рыбам, да. И получается, он у нас задевает Юпитер Натальный. И Натальный Юпитер с дальними поездками связан здесь, в карте. Он, владыка Альмута, 9-го дома. Поэтому я думаю, что здесь что-то интересное будет, что-то интересное в поездке. Ну, я бы поехал. Меня, правда, никто не зовёт никуда. Но я бы поехал при таких обстоятельствах. У меня тоже Юпитер в раке, только в 25-м градусе. И вот в ближайшее время он тоже там что-то заденет. Может, я тоже куда-нибудь поеду. Конечно. То есть, а вы что думаете? Поездка состоится после полнолуния. Так что, в принципе, есть там что-то... Вы спрашиваете о поездке, какие-то проблемы с этим связаны или что? Ну, я вообще сомневаюсь, стоит ехать или нет. Вот не знаю, как поступить. Так это командировка или какое-то личное путешествие? Не-не-не, это вот просто отдохнуть. После полнолуния, в любом случае, все эти какие-то есть отряски. Вам будет ясно, наверное. Ну, смотрите, Венера у нас в директном движении на Солнце встала. Встала. То есть, наверное, надо. Наверное, надо. Скорее всего, да. Вот из самой карты. Из самой карты. Потому что мы Харар тут не построить. Не построить. Или построим? Давайте посмотрим. Давайте. Давайте сейчас мы построим Харар. Лариса, мы просто все методы используем. Мы все методы, да. Ой, как интересно. Уже удобство. Спасибо большое. Сейчас мы на Мурманск. Это Москва. А сейчас мы на Мурманск. Так. Седьмое Дево? Сейчас, сейчас я. У меня на Москву просто настроено. Надо перестраивать, переходить. Так, седьмой Девы. Седьмой Девы. Ну, посмотрим, где у нас Меркурий. Меркурий с Солнцем в соединении. Да, Солнце не сожжет его? Вот вопрос. Уже сожгло, нет? Ну, сожгло. Сожгло. А Луна в девятом доме, да? Да. В девятом доме. Радикальный хорар. Радикальный хорар. Так. Так. Что тут? Значит, Венера. Венера, отвечает, да? Венера. Вот она в конце Водолея. Еще там несколько дней, она в рыбах. Венера еще лучше, значит, будет. То есть она в рыбу заходит. То есть ей по поездке будет получше. Поездке будет получше. Но связано ли вот с этим Меркурием? Может, вместо Меркурия что-нибудь взять? Что-то мне не нравится. Может, если Луну взять, то все. Луна на Северном Узле. Это вообще замечательно. Какая-то перспективная поездка. Но стрессовая она, потому что там квадратура будет. Ну, не знаю, вот хорар такой вот. Квадратура уже была. С Венерой? Да. Нет, не успеет. Венеру же придет. Уйдет. Ну, тогда не знаю. Хорар сложный. Мне непонятный. И поездка... Ну, вот смотрите, давайте 50% что поездка не состоится, потому что она сгорела, и, может, денег не хватит. Да, вот 8-й дом. Может быть, это, да? А 50% то, что ехать надо, ехать хорошо. А может, не в это место? Ну, вот еще что. А в какое? Не знаю. В другое? Ну, в таких случаях. На волю, на волю, что не будет так сказать. На волю, правда же? Вы не в Египет собрались, нет? Нет, 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 там Петербург. Погрила Петербург. Попрощение деревьев. Нет, запутались с Хораром. Давайте по Наталу ответим. Да, езжайте. Если вы спрашиваете езжать, да, езжать. И будет что-нибудь интересное? Будет. И то место, куда вы едете, хорошее. Вот так. Да. Хотя бы это. Хотя бы это. Лариса, вы вторым вопросом было. Да, да, да. Для молодого человека. Да, скажите, когда он родился. И имя, потому что как-то сориентироваться. Артем. Артем. Когда родился Артем? Так, 23 января 90-го года. Мурманск. Но я не знаю времени его. Не знаете времени. 90-го какого? 90-го ровно. 90-го года. 23 января. Водолей. Кто круче всех кричит? Водолей. Да. Но нет, вот Солнце Водолей, да. То есть какой-то вот такой, понятно, что независимый, и вот такой вот интересный человек. Но у него, видите, Марс с Луной в соединении. Он что, очень эмоциональный, что ли, как-то вот? Да, такой эмоциональный. Вспыльчивый. Вспыльчивый. Энергичный. То есть энергию летит куда-то, летит. Бесконечно. В Стрельце, да. Зажигательный. Но и смотрите, у него Венера. У него Венера в 26-м градусе. А впереди у нас идет Нептун. Ой, он зайдет в 26-й градус в этом году. Плюс Юпитер там около 26-го рыб болтается, и он уже как бы аспектик делает и переносит к Нептуну. Человек влюбляется Артем очень сильно. Да, у него очень такое хорошее впечатление у Артема. И значит... Обо мне? Да, ну, Венера это... Ну, вот смотрите, вы как думаете, Венера в гороскопе Артема это вы? Я думаю, что да. Ну, значит, ну, вот и все. Вот так, нет? Что мы еще тут скажем, да. То есть здесь вот показатель очень хороший. Вот у него были трудные годы, там вот эти связанные примерно с 30-летием, до 30-ти, после 30-ти, там, не подарок, скажем так, был. И вот наконец-то вот это все движение Сатурна закончилось, и Нептун подхватывает Венеру. А Нептун это всегда радость и беспричинное счастье, а Венера всегда любовь и отношения. И поэтому здесь включается. Тем более Венера здесь может и за брак отвечать. И, кстати, дальше Луна задействована, она тоже в 25-м градусе Стрельца, она тоже будет задействована. Вот у нее даже вот в заведении ребенка просматривается. Причем он будет настаивать, это такой человек. Вот так что вот такой. И у него полных ему тоже 31, да? 31, да. 32. 32. 32. Ну, тоже можно сказать Луна, но Луна, мы точно не знаем, где Луна, да. Ну, а она тоже в директном движении, где-то вот она на Венеру забирается. Поэтому здесь вот у него даже больше влюбленности в вас, ну, наверное, чем у вас в него, вы, наверное, побаиваетесь. Ну, вы тоже решительный человек. Нет, вы просто осторожный. Вот вы активный, но просто осторожный человек. Вы побаиваетесь. Я с вами согласен. А так, ну, тут мощь, сила, все такое. И напротив Юпитера еще и вот этот Марс, да, там, оппозиция к нему. То есть этот человек гу-гу-гу, борется со всеми. Справедливости и правды, возможно. Ну, наверное, наверное. Так что, если вы нас просите благословить у вас, поехать куда-нибудь. Да, 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 конечно, конечно. То мы, наверное, это делаем. Благословляем. Да. Так что вот, очень даже интересно. Демной поклон вам. Ну, все. Лариса, спасибо вам за звонок. Да. Удачи вам. Приедете, отпишитесь нам. Да, или звоните, как у вас прошло мероприятие. Всего доброго. До свидания. О, Сергей, за благословением нам звонят. Да, видите, как получается. Ну, в Питер надо ехать. Надо тут уже не сделаешь. Все, что-то там такой кривой у нас корабль. Так что вот. Но, уважаемые друзья, звоните нам, пишите. А мы сейчас хотим представить вам небесную канцелярию. Она немножко расскажет о погоде, солнце и весне. Здравствуйте. Период знака рыб наступает в конце зимы, когда мы выбираемся из ледяного плена и ждем напряженно света. Природа совершает переход от бездействия к возрождению новой жизни. Земля в марте-апреле отогревается. И, как писал Владимир Смирнов, «Сопки старцы, потянувшись сонно, скинув шапки, шубы с плеч свалив, подставляют ласковому солнцу каменные лысины свои». Заключительный знак между водолеем и овном воспел в XX веке Владимир Семенович Высоцкий. Он писал, «Вселенский поток и извилист и крут, окрашен то ртутью, то кровью, но вырвавшись с мартовской мглою из пуд, могучие рыбы на нерест плывут по млечным потокам к Верховью». Если смотреть на изображение в зодиаке, то мы увидим символ двух рыб. Они всегда на расстоянии, но связаны между собой неразрывной нитью. Не случайно одна из крупных звезд в созвездии рыб переводится с арабского как «шнур» – лента. Согласно мифу, однажды Афродита гуляла со своим сыном Эротом по берегам реки Ефрат. И вдруг перед ними возник Тифон – чудовище с сотней страшных драконовых голов. Оно выло, шипело, рычало. Тифон хотел погубить Афродиту и ее сына. И тогда богиня обратилась за помощью к отцу Юпитеру. И тот превратил их в рыб, которые скрылись в воде. По другому варианту две рыбки выпрыгнули из моря и спасли беглецов на своих спинах. В знак благодарности богиня Афина Паллада вознесла этих рыб на небеса, сделав их созвездием. В такое время появляются на свет мечтатели с нежной душой, с тонкой, развитой интуицией. Вспомним, например, писателя, который родился 3 марта 1899 года. Это наш сказочник, уровня Гоффмана и Андерсена, Юрий Карлович Олеша, создатель повести «Три толстяка» и многих других историй. Чародей в творчестве, мастер экспромта, мизансцен, буриме, волшебник слова. Он не разочарует вас. Так что, если что, читайте Олешу, не пожалеете. Всегда с вами на связи. Небесная канцелярия. Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу передачу. Передача «Знаки 2.0». Мы занимаемся астрологией здесь, строим гороскопы, выбираем натальные карты. Можете нам звонить, писать. Кстати, телефоны вы увидите на экранах. Мы ждем, принимаем звонки и даем астрологические советы. Так что, пожалуйста, у нас есть звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Я хотела бы узнать двух своих близких будущих, предполагаемых будущих своих близких людей. Можно так даты дни рождения их назвать? Вы посмотрите. Конечно. Давайте только имя скажите нам человека. Ага. Значит, первое. Андрей. 28-го. 02-го. 1982-го года рождения. 16-30. Мурманск. 0-8. 82-го. Мурманск. 16-30. 16-30. 16-30. Вот. И второй. Сейчас мы по одному. Мы по одному. А я бы записала. Маршин. Мурманск. По одному. Мурманск. Так, проверяем. Андрей. 28-го августа 82-го. 16-го. Была суббота. Мурманск. Ну вот, смотрим. Дева. Солнце в деве. Солнце в деве. То есть, человек ответственный. Правильно? Конечно. Ответственный. Такой вот порядок в танковых войсках должен быть. Такого человека. Меркурий, который геевой управляет, в первом градусе весов. Иногда ему сложно принять решение. Иногда колеблется как-то. Может быть, какая-то вот чувствуется нерешительности нет, но она чувствоваться может. Человеку надо выбор сделать, обдумать все. Такое повышает серьезность. Дальше здесь, если смотреть Луна. Луна у нас в Стрельце. Луна в Стрельце, в 28-м градусе Стрельца. Эмоционально человек может заводиться. Но достаточно вот в каком-то даже формате Нептун привыкает к Луне. Какая-то романтичность чувствуется, несмотря на то, что вообще Дева. Марс в Скорпионе, волевой. Сатурн в весах терпеливый. То есть сильные такие показатели есть. Переживательный. Порядочный. Да, вот человек такой, что еще у него. Нагрузка была какая-то. Вот прошлый год. Весь прошлый год Сатурн, да, шел к Юпитеру, делал квадратуру. Он напрягал сильно тут в какой области-то. Ну, не знаю, третий дом показан. И... Придор к общению. Да, что-то было с людьми как-то вот. Что-то не ладилось. И вот это могло не ладиться до Нового года. Может, да, вот с сегодняшнего момента. Как-то вот до сегодняшнего момента даже вот еще месяц назад, два месяца назад тут какое-то по любви что-то не то показывалось, как-то он вот мог уходить в себя по этому вопросу. Так что-то было такое. Ну, а на сегодняшний момент все исправилось. Я думаю. И все начинается как бы по-новому, по-другому. Есть очень большие изменения в этом году. И, скорее всего, они будут связаны с недвижимостью. И, ну, с местом проживания, с недвижимостью. И вот с работой. И с работой, с недвижимостью, с работой. И плюс с личными отношениями, что произойдет какие-то изменения. Надеемся, что хорошие. Ну, вот, а второго можно продиктовать, да? Да. С Андреем мы закончили? Вот с Андреем закончили, да. А вот эта вот предполагаемая девушка, которая как бы вот... У них тут очень серьезно. Но вот какие-то сомнения, так как он такой человек, у него есть. Вот можно тоже еще на нее посмотреть? А, еще девушку, да, с которым он... Да, да, да. Ну, у него вот были сомнения впереди. Но сейчас могут убежать они сомнения. Как девушку зовут? Просто имя. Так... Любое назовите все равно. Любое? Да. Ему здесь нельзя. Ну, давайте, Лена. Лена. 9-го, ага, 9-го, 0-3-го, 1988-го, 14-00. И где она родилась, Елена? В Нурманске. Ну, видите, 20-й градус рыб. 20-й градус рыб. И шел там у нас и никто на Юпитер идет. То есть человек влюблен. 20-й градус рыб. Где-то там... Влюблен. Влюблен, да, там любовь какая-то у нас показана. И, видите, луна здесь. Также сейчас задействована там любовь, счастье. Вот даже дети. Можно прогнозировать детей, если есть желание их завести. То есть вот так вот все получается. Ну, и человек немножко в себе, очень глубокий. Где-то там находится в своем мире. Очень далеко. Где-то есть и решительность какая-то, и твердость. Нептун, управляющий рыб с Марсом в соединении, в Козероге. Так вот решительность, тоже твердость. Это тоже вот такие вот качества упрямости, вот как у молодого человека здесь тоже присутствует. Видите, Венера находится... Венера с Юпитером в соединении. Это признак счастья какого-то. Значит, как раз она находится в начале Тельца. А у молодого человека в начале Девы находится Солнце. Между ними очень хороший аспект. Если, допустим, еще посмотреть мужчину, мы увидим Марс у него. Марс 20... Нет, это Ларису. В Скорпионе. Марс где? В Скорпионе, да? В Скорпионе. В каком там градусе? Секундочку. Если Марс в Скорпионе, то у нее... В 16-м градусе Скорпиона. Ну, тут Венера в оппозиции, можно сказать, Скорпиона. Ну, какое-то вот взаимодействие есть. Взаимодействие есть, знаки противоположные. Что вот у женщины-то вот чувства какие-то присутствуют, и настроенность на любовь, и создание семьи есть. А у него вот какой-то перелом впереди, понимаете? Перелом, изменения резкие там. Вот с чем это связано. Может, для него это будет большой какой-то стресс, что он вступает в какие-то серьезные отношения или что-то такое? Как вы думаете, это что? Я не знаю. Там какие-то сомнения появились, но мне все не рассказывается. А у кого сомнения появились? Вот у него, у него именно, у Андрея. У его? Ну, вот последние два месяца, да. Там сложность последние два месяца. И как бы он последние два месяца скажет, там, Сатурн идет, задевает Венеру и Марс, и он спрашивает, есть ли любовь на свете, может быть, ее нету, зачем это надо и так далее. Ну, и уран сейчас подойдет, тоже там верх ногами все поставит. Но, собственно говоря, наш совет закрыть глаза, поскольку он все-таки дива, и он все просчитывает, у него с чувствами самого проблемы, он просчитывает все, должно все, пазлы сложиться. Закрыть глаза и вот создавать семью. Потому что вот... Потому что перелом пройдет. Да. Да, и все. А чего сомнения-то? Чего сомневаться? Семейная жизнь как бы может не случиться. Может, у девушки-то точно. Если он сбежит, девушку сразу замуж заберут. Вот сразу. И даже разговаривать не будут. Даже разговаривать не будут. Понятно. Да, она хорошая, хорошая, да. А чего сомнения? Да, надо... Ответственность надо брать на себя. Да, любви нет. Есть только вот обстоятельства, отношения, работа, ответственность и так далее. Девушка очень сильная. Венера у нее в Тельце. Все в дом. Все в дом. С Юпитером. Марш у нее какой-то хороший. Да, с ней он карьеру сделает у него лучше даже. Попрет, так сказать. Да, попрет. Все в дом. Луна в Скорпионе. Плодородная. Луна в Скорпионе, она даст, конечно. Да, рыбный сыщик. Ну да. Да, она все пронюхает. Да, солнце в рыбах. Вот человек умеет любить. Так что повезло. Повезло, да. Что надо-то еще. Андрею. Да, да, да. Ну ладно, спасибо. Пусть посмотрит наш эфир. И возможно, создастся семья. Да, спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Всего доброго. До свидания. До свидания. Да, вот так бывает. Видите, получается, что какие-то сомнения, еще что-то. Вот раньше замуж выдавали родители, допустим. В некоторых случаях, в некоторых, это плюс. Вот, допустим, в данном случае, который мы разобрали, да, получилось бы, если бы родители взяли, ты что творишь, да, и все, и отдали, выдали, ну, женили. И получается, что это было бы плюсом, потому что сейчас можно, конечно, все потерять, искать там какие-то чувства, а где их там найдешь. Может, они и до конца жизни этих чувств не будут. Ну да. Вот очень интересно, знаете, что вот замечаю вот с людьми, разговариваю постоянно про любовь, у меня про любовь постоянные разговоры, каждый день по нескольку. Да, и получается, что вот люди, людям говорят, что вот любовь впереди, ну, а человеку за 40, да, и он думает, что это как вот в 16, в 17, Ромео и Джульетта, будет такая любовь. Ну, не будет такой же любви. Так зачем? Все, уже в одну реку, дважды не войти, и трижды тем более. И поэтому, как бы, надо понимать, что главное, вот как человек к тебе относится, как он настроен, интересно ли с ним, есть ли какое-то развитие, вот это самое главное. А вот эти чувства, которые вот взрываются, там, не взрываются, они вторичные, они повзрываются года два, а потом перестанут, и придется жить с тем, с кем вы живете. То, что осталось от взрывов. Да, но мы, как опытные люди, мы уже говорим, нам взрывов, не надо. Комфортно и весело. Да, комфортно и весело, и финансово обеспечено. Вот это тогда все нормально. Мои луни в Тельце хорошо от таких слов. Так. Звонку, звоночки нет? Пока мы ждем звоночки, напоминаю, что вот телефончик вы увидите на экране, можно нам звонить и писать в группе ВКонтакте. И мы обязательно постараемся на эти вопросы ответить. Вопросы иногда очень сложные. Это вот мы смеемся так, на самом деле. А у всех сложная ситуация, и мы, конечно, это понимаем. И сейчас все непросто, и все боятся, и как оно будет. Но будет все хорошо, на самом деле. Единственное, что дает астрология, она знает, когда все закончится. Вот когда закончится. Вот, например, у человека пошел, там транзит какой-то тяжелой планеты, да, по Солнцу. И ему уже плохо, и он говорит, все плохо, все разваливается. А мы говорим, через полтора года все закончится. Не волнуйтесь, проведите это время с пользой. Да, с пользой. И человек из депрессии, тюх, и начинает что-то делать. Например, учиться в астрологической школе. Да. Или вот английском языке. Или английскому языку. Что-то полезное. Да, да. А не эмоции, души. Когда сложности там возникают, очень хорошо идти учиться, менять специальность и так далее. Вот я вчера тоже с человеком разговаривал поздно вечером из Петербурга. И эта девушка, значит, вот в районе 45 лет, вот решила полностью поменять судьбу, изменить профессию и так далее. Она в начале пути или она уже сделалась? Нет, она еще не сделала. Вот она только решается на это, потому что работа надоела, все надоело. Хочется. Да, там у нас уран идет. Собственно говоря, в оппозицию к себе же полуоборот урана возникает. Человек говорит, все это, больше не могу, что-то надо менять, новенького хочется и так далее. И часто люди боятся что-то изменить. Времена сейчас такие. Мы не в средние века живем, но даже не в новое время. Да, возможности есть. Возможности есть, да. Никто без зарплаты не оставит. Да можно и самому зарабатывать. Зарабатывать никто сейчас это не запрещает. Что у нас еще там на небесном горизонте? На небесном горизонте что нам стоит? Да, что у нас на небесном горизонте еще? Сегодня так интересно, Марс с Сатурном соединяется. Там звонок нам говорят, да? Звонок у нас есть, а мы разговариваем. Добрый вечер, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте. Меня зовут Наталья. 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 Вы о себе хотели узнать или о ком-то? О себе. Будьте добры, вашу дату, время и место рождения. 22.02.1979 года. По сколько вы родились? 9 часов 50 минут. Утро? Мурманск. Да, утро. 22.02.1979. 22 февраля. Тоже в рыбах. 79 года, 9.50, Мурманск. Солнце в рыбах. Солнце в рыбах. Марс в водолее. Наверное, вот мы не знаем, вот этот Марс, который в водолее находится, он через границу знака с Солнцем соединяется. Вот смотрите, если он соединился, тогда вы человек активный такой. А если вы не активный совершенно, тогда соединение не произошло. Вот вы активный человек? Наверное, да. Наверное, да. То есть вот активность есть, значит, Марс вот в соединении. У нас на границе он там этого соединения. Некоторые пишут, что через знак не может быть там аспекта. А у нас вот может быть. Вот так получается. Потом Луна у нас попадает... Козерог. Козерог, да. Значит, терпеливый. Значит, вот все, ну, строгость какая-то есть. Эмоции под замочек. Да. Внутри-то они клокочут. А вот показать эмоции и чувства другим людям очень-очень сложно. Венера в 20-м градусе Козерога с Плутоном. Видите, в квадратуре такой он находится. Она дает вспышку переживания. Вы вот танцами не занимаетесь? Нет. Очень рекомендуется таким людям, да. Потому что для выхода эмоциональности было бы вот как бы здорово и хорошо. А может, вы нас поспрашиваете что-нибудь? Спасибо, Жукова. Что вы хотели бы узнать, Наталья? По поводу недвижимости в этом году, который наступил. Вы хотели купить, продать? Ну, вот что-то вот квартирный вопрос. Как он решится? Ну, есть. Вопрос первый. Почему вы не решали это в районе Нового года, может, в декабре месяце? То есть, что вы там не решали? Ну, вот сейчас вот просто этот вопрос поднялся и как бы вот решила задать вопрос. Ну, видите, линия, которая отвечает за недвижимость, она находится в знаке рака. Сейчас к ней, вот к этой линии, очень хороший аспект. Ну, управляет Луна. Управляет Луна. Луна находится в козероге. И вот из аспектов то, что, ну, как бы задевающих Луну, есть очень напряженный аспект от Юпитера, который начнет действовать с июня месяца до декабря. И вот с июня месяца до декабря можно решить вопрос с недвижимостью. Но если вы покупаете эту недвижимость, вы ее купите из последних сил, потому что там напряженный аспект. Из последних сил. Вот все туда вложите, но купите. А если хотите продать, избавиться, то тогда продадите, избавитесь. Все понятно. Здесь, ну, вот такие времена. Ну, почему так? Ну, не знаю, может, потому что стоимость там не та, которую хотелось бы. Может, поздно бы. Конечно, если бы вы обратились к астрологу с этим вопросом в прошлом году, он бы сказал, не мешкая, значит, в декабре, в начале января все это сделайте, потому что оно бы прошло намного легче. Да. Ну, и поспешность будет, и дергание будет при этих покупках, продажах. То есть тут вас не заставляют это сделать. Но, например, если вы на год отложите, то потом будет легче. Но если надо сейчас это делать, делайте, делайте. Хлопот много будет, ну, сделайте. Хорошо, я поняла вашу рекомендацию. Спасибо вам огромное. Наталья, спасибо за ваш звонок. Всего доброго. Так, мы хотели посмотреть, что у нас там еще летает. Что на небесах происходит. На небесах летает. Давайте смотреть. На небесах летает. Солнце в середине Овна. Солнце в середине Овна. И вообще, когда Солнце в Овне, вот хочется жить, пробуждаешься. Какое-то Солнце. Даже у нас на Севере какое-то Солнце вообще откуда ни возьмись появляется. Энергия, да. Солнце в соединении с Меркурием. Меркурий у нас планета ума. Планета... Коммуникации, общения. Коммуникации, общения, да. Поездочек. И если вы хотите с кем-то, ну, Овин, кому-то что-то сказать прямо, что-то сделать такое резкое, как-то сформулировать свои мысли четко и лаконично, то вот это время для вас, конечно. До 11 апреля Меркурий будет находиться в Овне. И можно вот смотреть. Вот вообще люди, которые связаны со знаком Овин, они вообще очень четко иногда говорят, очень лаконично. И их фразы растаскивают на цитаты. Вот примером такого яркого Овна был Черномырдин Виктор Степанович, да. Вот вспомните его фразы Овинские, да, хотели лучше, а получилось, как всегда, да. Никогда такого не было, и вот опять, и так далее. У него даже цитатник есть, очень хорошие фразы. И если вы Овин, у вас тоже это получится, а у нас звонок. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Так, добрый день. Добрый. Меня зовут Любовь. Любовь. Меня интересует, как бы, моя деятельность, вот, и что с личной жизнью. Хорошо. Любовь, нам нужны ваши данные, дата, время и место рождения. Так, город Мурманск, 19 сентября 1969 год, где-то 4 часа утра, 40 минут. 4.40, Мурманск, 19.09, 1969, 4.40 утра, в городе Мурманске. Так. Так, 19-го, 1969 год, в городе Мурманске. Ну вот, у вас как бы очень такой мощный характер, понимаете, очень вот просто. Вот, у нас есть самая сильная планета, это Плутон, с какими-то стихиями связанная, да, она с Солнцем соединение. Солнце – это наше «Я», ух, тут развернуться можно. И в «Стрельце Луна» с Марсом соединение. Вот тоже мы сейчас молодого человека смотрели, это тоже такая зажигательность, мощь. И все это в квадратуре Солнцу. Вот это, ну, как бы, а вы что, за всех работаете? Ну, мы тут несколько слов скажем, у нас вопрос понятен. Что человек может за всех работать. Конечно, мы бы спросили, не педагог ли такой человек, потому что очень много тут можно влиять на людей, воспитывать их, ставить на место и так далее. Ну и что мы можем тут по работе подумать? Видите, Венера в 26-м градусе. Венера отвечает у нас за работу. И вот идет у нас Сатурн-Водолей, и где-то там через месяцок, даже меньше, дойдет до 26-го градуса и встанет напротив Венеры. И вам так работа надоест, или там вы скажете, я не хочу этим больше заниматься. Вот, собственно говоря, такой показатель. И он еще будет до, ну, наверное, декабря месяца, то туда-то сюда ходить, задевая вот позиции своей данную планету. И будет все время хотеться бросить работу. Если вы считаете, что это надо ее бросить, значит, ее надо бросить. И заняться чем-то таким вот сильным, мощным. Ну, я не знаю, кто бы по специальности. Что, Ксения, вот что можно тут подумать? Василий, вот здесь так вот, как Солнце с Плутоном. Это же такая мощная энергия внутри самого человека. Он как атомный реактор. Ну, он как атомный реактор, да, он может что-то очень многое сделать. И вот подумать, что вы можете сделать, и можете пойти вот в сторону какой-то... А может, человек с такой мощью вообще может сделать все, что хочет? То, что... Ну, я имею в виду, что хобби, творческие какие-то... Вот какие-то творческие, не знаю, элементы. А может, связанные с людьми какая-то профессия. Получить какую-то новую профессию, связанную с людьми. И вот работать, наставлять... Любовь, скажите, пожалуйста, а у вас есть какое-то... Нету, нету у нас, нету связи. А, уже спрашиваешь? Уже нету связи, да. Уже просто... Просто мне кажется, что тут какое-то хобби есть у любви, видите, монетизированное, может быть, и мы на него сделать убор. Вот, если есть монетизированное хобби, конечно, или даже хобби, которое можно монетизировать, обязательно с этим надо поработать. Потому что официальная работа, получается, что слетает? Слетает официальная работа, да. Но по любви тут тоже времена не очень приятные. Но есть одно но. Значит, планета Нептун, которая движется у нас по рыбам, она дойдет у нас до 26 градуса и встанет напротив Солнца. То есть получается, что здесь с одной стороны Венера подавлена, а с другой стороны Нептун встал напротив Солнца. И получается, что есть какое-то знакомство, есть какая-то любовь, есть какие-то чувства впереди, но они то нравятся, то не нравятся, то то, то не то. Вот будет такая катавасия до зимы. А зимой, а может, уже после Нового года, там сплошная любовь, сплошное счастье, сплошные переживания. Вот там сейчас как-то вот не очень как-то, а потом вот очень даже хорошо пошло. И то же самое, видимо, с работой. Так что если вы хотите оставаться на работе, где вы работаете, там все будет плохо. Но можно спрятаться там, сидеть, не высовываться и дождаться какого-то хорошего момента. Но, с другой стороны, это дает возможность выбросить эту работу скучную и сделать каким-то, наполнить себя каким-то счастьем, какой-то новой деятельностью. Замечательно. И было бы замечательно, да. Уран, интересно, когда, в каком году дойдет до 26 градусов? Года через два с половиной. Года через два еще квадратура будет. Да, там, ну, здесь все равно квадратуры, все равно они, да, все равно это напряжение, все равно это борьба такая, все равно так надо вот, ух, и вот надо еще что-нибудь такое организовывать. Ну, видите, из-за того, что Дева, из-за того, что Дева, могло быть что-то с документами, с финансами, но я не знаю, как вы это переносите, потому что здесь много. И таких людей очень сильно, вот, как мы уже говорили в самом начале, напрягают, их заставляют за всех все делать, да. Они все делают, у них Плутон очень ярко выражен, они тащат на себе. Кстати, если не заниматься чем-нибудь таким творческим, если себя не раскрывать, даже заболеть можно. Поэтому надо обязательно что-нибудь придумать. Но мы бы вам придумали, что у нас диалог оборвался. А так вот... Ну, у Дева всегда золотые руки. Да. Они часто, да, могут что-то там плести. Рукастость, что-нибудь шить. Керамика. Керамика. Что еще? Какие-нибудь проводить мастер-классы. Мастер-классы, конечно. Можно, да. Первый дом, пятый, там, все это перемешано. Очень интереснее. Стихи писать. Венера на восходе. Зожим заняться. Зожим. А может, Венера на восходе, косметология. Красота. Тем более, по-моему. Все, что с Вольве, да, все, что с этим связано. Один укол в губу, и все, и вы заработали себе денег уже. Сергей Михайлович. Так что вот, ну, что тут можно сказать? Интересная карта. Интересная карта. И монетизируйте свои хобби. Учитесь ему новому и работайте на себя. Это всем нам. Уважаемые друзья, ну, на этом наша программа подходит к концу. Спасибо, что смотрели нас. До следующих встреч. До свидания, дорогие телезрители. До понедельника. Редактор субтитров А.Семкин